Автомобиль и века колесная формула 4х4 предназначен для доставки личного состава и огнетущих веществ к очагу пожара, либо к чрезвычайным происшествиям, где-то что произошло. Это не просто машина, а последнее достижение технической мысли, рассказывает старший инструктор по вождению пожарного автомобиля Андрей Кузнецов. Конструкция содержит множество отсеков, словно шкаф. Только вместо барахла все необходимое, что может понадобиться в случае чрезвычайной ситуации. Здесь и бензиновая станция, которая приводит в действие гидравлическое оборудование на случай, когда надо извлечь пострадавшего из покореженного авто. И современный насос, который автоматически подает воду в пожарные рукава. 70 литров в секунду. Не бегая возле машины, не откручивать левый выкидной, правый выкидной. Просто нажатие кнопочки, и это все решает. Машина вмещает 5000 литров воды и 500 литров пены, которые подаются либо на рукава, либо на лафетный ствол. Он расположен на крыше автомобиля и имеет свою особенность. Управляется чисто джойстиком, вверх-вверх-вниз. Распыл струи регулируется также у него. То есть это видно автоматически. Это либо распыленная, либо компактная струя. Быстрая, маневренная и технологичная машина пришлась по душе всему личному составу и пополнила автопарк 96-й пожарно-спасательной части в Химках. Дорогой и ценный подарок в преддверии 30-й годовщины МЧС России. Пока в одной части пробуют новую технику, в другой пожарные просвещают подрастающее поколение. В отделе надзорной деятельности МЧС ребятам показали пожарные машины и рассказали о нелегком труде спасателей. Они тушат пожар. Еще они могут спасти людей от пожара. И они очень быстро всегда приезжают. Очень часто вовремя. И все всегда тушат. Я считаю, что очень долго надо учиться на спасателе, потому что это очень сложная работа. Я бы хотел попасть в эту профессию. 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей. Эта дата считается днем основания МЧС России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok